всем привет снять это видео меня побудил сегодняшний визит к одному из моих клиентов он раньше пользовался спутниковым телевидением однако решил приобрести android приставку и мы сейчас поговорим о том что из этого получилось я хотел установить ему несколько приложений одно из них hd-видеобокс это фильмовое приложение плюс еще хотел установить несколько ip tv плееров с бесплатными плейлистами однако после того как я ему обновил youtube и показал каким пользоваться понял что устанавливать дальше какие-то приложения нет никакого смысла дело в том что клиенту более 60 лет и для него вызвало огромные трудности от освоения интерфейса приставки если худо-бедно приложение youtube еще как-то запускал то потом зайти в строку поиска и ввести на экранной клавиатуре поисковый запрос при этом переключаясь с цифры на буквы и еще и меня языки это его просто вводила ступор встретили 4 попытки наконец-то мы освоили этот уже youtube и я понял что устанавливать ip tv плееры дальше нет смысла поэтому сейчас я хочу поговорить о недостатках android приставок дело в том что пять лет назад я считал искренне считал что через пять лет уже спутниковое телевидение будет окончательно вытеснена этими android устройствами и я начала активно их осваивать купил себе android приставку но вот пять лет прошло и ничего такого не произошло поэтому сейчас и сейчас я хотел бы акцентировать внимание на недостатках почему все-таки это не произошло но несмотря на недостатки android приставок все-таки я считаю что это отличное функциональное устройство коим я и пользуюсь если вы ребят тоже так считаете я вам рекомендую канал технозон на этом канале вы найдете огромное количество интересных обзоров android боксов а также огромное количество обзоров всевозможных сервисов и ресурсов так что подписывайтесь и вы найдете для себя обязательно много интересной информации и так что касаемо недостатков первый недостаток это интерфейс разработчикам операционной системы android так и не удалось создать такой интерфейс чтобы он был проще интерфейс от того же спутникового тюнера вот не удалось дело в том что там поскольку android box он более функционален поэтому свести все такой святой простоте разработчикам так и не удалось именно поэтому люди которые смотрят активно телевидение а это у нас люди как раз старшего возраста то для них вызывает определенной сложности пользования интерфейсом этих устройств и поэтому они так и не получили такого распространения именно среди активных пользователей классического телевидения и поэтому люди которые возрасте они как смотрели эфирное спутниковое телевидение так и смотрят следующий недостаток android box это то что разработчики приложений под android они не утруждают себя адаптации своих приложений под старые версии android вот например у меня дома находится два планшета один из них на третьем андроиде второй на четвертом и уже огромное количество популярных приложений не поддерживаться на этих версиях android это тоже минус учитывая то что аппаратных ресурсов а именно оперативной памяти и процессора вполне достаточно для того чтобы пользоваться и поэтому что мы имеем мы имеем устройство которое в принципе исправны но другой стороны они уже как кирпич толку с них никакого следующий минус это низкая надежность аппаратной части ну конечно же я говорю о бюджетном сегменте дело в том что мы сейчас живем в эпоху копро экономики или же дерьмо экономики как ее называют это когда производитель изготавливает устройство с низкой надежностью запрограммированным сроком службы запрограммированным старением для того чтобы потребитель постоянно покупал новые устройства и таким образом поддерживал экономику на плаву с одной стороны благодаря этому мы сейчас вот и поддерживаем относительно высокий уровень жизни вот на нашей планете но чего нам это стоит это нам стоит большой растратой природных ресурсов то есть мы потребляем слишком много природных ресурсов и это и таким образом мы относимся с неуважением на то к нашей матушке природе и вот как раз вот эти все катаклизмы это результат нашего нерационального и безхозяйственного отношения матушке природе дело в том что бюджетные спутниковые тюнеры тоже не отличаются особой надежностью я вот это чувствую по своей работе но бюджетный спутниковый тюнер стоит примерно в два раза дешевле бюджетной android приставки поэтому если сейчас тюнера дешевые практически не ремонтируются сразу покупается новая то android приставки уже люди пытаются отремонтировать а выясняется что это связано там бывает заменой процессора или еще с какими-то моментами когда ремонт этой приставки слишком дорогой или нецелесообразный или даже невозможный следующий минус android боксов это мифы один из мифов который ходит среди среди пользователей телевидения это то что купив android приставку они будут без проблем смотреть огромное количество бесплатных каналов и вот тут есть очень интересные моменты один из таких моментов что до есть бесплатные плейлисты но они долго не живут постоянно их нужно обновлять искать новые плейлисты и люди которые ну которым нравится этим заниматься они в принципе комфортно ими пользуются ну и им вполне достаточно но даже несмотря на это каналы которые в этих плейлистах они работают не стабильно потому что плейлисты бесплатные особенно это заметно вечером когда много пользователей начинают смотреть каналы и каналы особенно популярные уже начинают плохо работать постоянно буферят или вообще не загружаются поэтому если вы хотите смотреть каналы через интернет то вам лучше все таки пользоваться какими-то платными дело в том что в интернете есть огромное количество сервисов за доллар за два за три доллара в месяц я считаю это вполне доступно но я повторюсь несмотря на вышеперечисленные недостатки которые все таки не позволили от окончательно вытеснить спутниковое телевидение несмотря на это я считаю android box функциональное и очень полезное устройство коим я и пользуюсь я как установщик спутниковое телевидение имею дома спутниковую антенну и не одну я имею дома т2 антенну но я их практически не смотрю я использую их только для работы для настройки для прошивки в основном я пользуюсь android приставкой в основном я смотрю или же какие-то фильмы или смотрю ролики на ю тубе на этом все если видео для вас было полезным понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал не забывайте нажимать на колокольчик для того чтобы быть в курсе всех моих последних видео а также все вопросы задавайте в комментариях всем удачи